День добрый, мои друзья. Называемся Вячеслав Заруцкий. Учеком с Россией, чтобы рассказать правду о том крае. Вчера россияне сжучили бомбы на их место. И сейчас поразмавляем о том. Начинаем. Вечером над Белгородом прилетают российские отжитовец. Колька секунд позже слухачь выбух. Люди сшокованы и начинают снимать первый материал. Это б***ц. Это кошмар. Пуле улицы эксплодировало. Есть там диура глубокая на 3 метры. Кравыжники лежат вокруг. Кравыжники лежат в баню. Были в дороге с лащни. Приехали. Были в дороге с лащни. Снова пара. В центре Белгорода, на улице Шчерпской, досшло до потяжного выбуху. Наочни святкови, которые были тогда на улице и в поближу своих домов, говорили, что с неба спадал обеект поветчный. Было то очень глощно. На скрежевании повстала dużа джура о промене около 20 метров. Эксплозья унесла в поветре тонны земи. Ведуга Вячеслава Гладкова с региону Белгорода с две офиары. Одна женщина была забрана до шпитала, другая женщина отмогила hospitalизации. Са ускодзения соседних велопятровых будинков. Там окна zostały разбите. Фала удашенива ушкодзила самоходы. Одно с авт полецяло на дах склепу. Преврёцилися ровнежь слупы энергетичны. На улице Шаландина ушкодзоне zostały mieszkanя в znajdującyмся там будинку mieszкалном. На miejscу здарения са ускодзила все службы ратунковые. Специалисти доконали оглэндин места выбуху. Представители администрации задеспонували штаб информacyjный. Трва пресшукивание мешкань от дрви до дрви. Трва обличание шкод. Уже в ночи службы коммуналные начали ликвидацию скутков выбуху на этой улице так, чтобы до рана можно было проехать дорогу. Сидишь так в дому, оглядаясь пропагандистов, вмовяяющих, чи же заход гния, же Киев недлуге бенженаш, наглый твой самоход пшелатую под твоим окном и ладую на даху якегось склепу. Выбегаш з дому в панице, зачинаш мысли, же украинцы распочели контрафенсивы и начали бомбардировать твое місто. Оказывается, что российский самолет приручал и взросл бомбу на твой дом. Это был случай. В дню 20 кветня 2023 около 22.15 часу москевского подчас лоту самолоту космичного СУ 34 над miастем Беугород настопило ненормальное опадание амуницией лотничей. Дом отбиялся разом за мной. На початку был реактивный дзвенк. Найперв был выбух, а потом експлозья. Был такой выбух, что ничего не понимал. Было в доме. Губернатор региону назвал это kolejным проверением для места и мешкацов этого места. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Отношение вчорайших выбухов в меще Белгерат. Три особы zostały ранны. Одна из них отмówила хоспитализации. У другого посшкодованного ствердзено замкнутый ураз мозгу и встряснение мозгу. Жицу мэзжцизны не загража небезпечество. Уделана есть вселка незбедна помощ. Natomiast третья osoба это старшая женщина мяла надцищнение и трави до шпитала. Обец не находится под опекой лекарской. Дяки Богу не ма офиар смертельных. Ровнош вчорай вечером поднято о эвакуации целого будинку. Эвакуации надзоровали урзэндницы МРКОМУ мяста МРКОМУ и мяста Валенти Демидов. Ци люди, которые могли удачься до своих крефных выехали. Тим, которые не мили где ся удач, организовали для них мяклэк в hotelу и выживение. Сейчас важнейше есть проводение экспертизы конструкционной будинку и подготовение целой незбедной документации, чтобы начать праку реновационную работу. Те задания са под мою контролу. О додзе на скрежевание Гупкин в Атутин. В субботе и неделе ждет нас очень большая количество праздников. Треба это сделать в такой способ, чтобы все было высокой качественности. Потому что в дни последний рух в этом районе есть очень большой, дорога должна быть направлена до понедельника. Основная часть должна быть выполнена в субботу с кассием. До понедельника пункты основной работы должны быть вывешены. Мешканьцы нашего miasta mieli вczoraj wieczorem ciężki sprawdzian. Мышлено, что вместе мы поконим эту мэнку. Доброго дня, здоровья и желчливости для всех. Доброе и доброе. Остапного дня презентер на главном канале краю Пшепотковоще пошлизгнул и назвал мешканцов Белгороду экстремистами о разповедил, что Россия пощаданного честного технология войскового, уможливающего их элиминации с близко. Как только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки с проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния. Чили Белгород есть раз официально стрефом специальной операции войсковой, а их мешканцы то экстремисты. Но хорошо. Наступные мешканцы места начали высылать здесь своих мешков, а конкретнее того, что с них осталось по выбуху. Вчера, целый следующий день, с пензом чекать, аж Путин говорит что-то на этот темат, но не говорил ниц. Чи можешь себе выобразить? Российский самолет сжутся бомбы на российское место, высаджа улицы, а президент края мильчи. И чи зауважилищи, как слабо высшкалено есть в России лотництво войсковое? В ciąгу одного года войны пять самолетов разбилося о будинки мешкальные, или просто разбилося о поле. А вчера еще самолет, который взручил бомбы на спокойное место собственного края. Мое предположение есть такое, что российское лотництво войсковое имеет очень слабое высшкаление. Вот это все земля валяется. Вот это, это такой тут пи***ц творится. Вот, вот воронка. Просто размер воронки. Покажи. Глава Дорога засталан на тех міст направлено. В견 распространены че теж как санохот застанье сдионты с даху склепу споживчего. Настэпнегу дня рано зачэнто класть новы асфальт. Гдыбы не выладывала там бомба, никт не вье, кеды в тим меще положено бы новы асфальт. Дзянкую барду за обижение тего фильмику, дзянкую барду за субскрупции на Патронайт и доведзанья всыскьим! Субтитры создавал DimaTorzok